дорогие друзья мы сейчас с вами поговорим о функциях вот я уже довольно долго борюсь с этим и есть и ответы в школе но вижу все время непонимание ребят пожалуйста учитесь в группе еще обязательно не надо мне в личку задавать вопросы не за того что там ну во первых индивидуально обучение у нас нет по одной простой причине что его просто нет но есть обучение в группе где все помогают если вы мне написали я вам ответил то эта информация она испарилась все когда информация остается в группе ею могут воспользоваться другие люди ладно добрый вечер извините за вопрос я не могу понять суть кода у вас в уроке очаровательный python раздел 3 функции часть 4 передача аргументов специальные режимы сопоставления аргументов ребят но 2013 год тогда может быть немножко не так хотелось но в любом случае проще чем меня курса нет значит ребят смотрите давайте раз и навсегда поставим точку с функциями вообще не смотрите этот код вы его напишите свой тогда возможно мне хотелось показать больше я сейчас поясню его да надо исходить и понять вообще что такое функция что функция делает это совершенно сейчас не важно вот откуда сопоставление аргументов по сути дела начинаются всегда от чего проблемы вот давайте почитаем сейчас перейду к сути вот смотрите здесь важная строка вот сергей асачий просто до этого чего до вот пока этого парня не было да я не понимал вот где-то для себя не мог поставить себя вот полностью на место участника сегодня я понимаю то есть если последить за тем же асачем как он занимается и легко ответить почему он пишет на двух языках через 5 месяцев он занимается занимается и вот чем суть смотрите ребят я занимаюсь школе примерно полгода изучаю пайтон и котлин что могу сказать о том валентине пишет новичку который пришел что могу сказать по поводу методика валерий иванович изучение двух языков оно эффективно работает проверяет проверяю на себе в школу пришел не зная ничего вообще о программировании сейчас просто увидите что он сейчас за функции пишет что пока пугало по началу так это объем информации и вопросы ребята так это всех пугает но это кажется все информация слон как естся по кусочкам просто вот представьте сегодня вот допустим вот я не буду называть что число вот ваше число а считаете 365 дней по чуть-чуть по чуть-чуть через 365 дней вы будете другими знаниями и еще то что я должен искать сам ребята я объясняю в школе 14 суток видео вы можете заниматься только по видео но сегодня с 2017 года работает еще один метод в школе то есть при обсуждении в группе я направляю другие участники и задаю вопросы я это именно вот сейчас с функциям будем делать и еще то что я должен искать сам почему я должен искать я же пришел учиться значит здесь уже должен должно все быть но смысл этого поиска в другом и через время я понял но сегодня я вижу ведь писал ранее кто может смотрел видео что для того же осадчего установить убунду было как собрать космический корабль сегодня я после тренировки этих пяти месяцев вот этих вопросов поиска он знает как быстро что найти то есть формировавшийся программист еще раз говорю ребята программист это не тот кто посмотрел урок то кто умеет пользоваться справкой но корни должны должны быть голове то есть что значит корни то есть когда в школе наработаете опыт вы будете понимать что если вы хотите сделать какое-то приложение по крайней мере в какую сторону идти и что и что искать школа вам поможет понять синтексик понять принципы поставить вас на ноги чтобы вы могли идти самостоятельно но по поводу того страшно изучать два языка что скажу это ужасно круто школа для вас может стать вторым домом и с легкостью будете во всем здесь ориентироваться выполняете домашние задания задавая любые вопросы по ходу валерий и другие участники вам помогут скорректировать вас нужное направление ребят вот опять же я самару парень самара его логин по функциям да я я его помню просто самара 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 а я хотел показать правильно я задал вопрос когда мы начали разбираться с методами с двумя нижним подчерканьями да я говорю но распиши что такое инициализация для себя распиши в первую очередь и когда вот человек расписал я понимаю что он это запомнит и запомнит это на всю жизнь и это инициализация тоже понятие применимо к абсолютно любым языкам потому что инициализация объекта надо понимать и мы не должны работая со вторым с третьим языком вообще уделять время или отрывать внимание на такие вещи как допустим не инициализирован объект нам у нас должно бы считываться поэтому ребята запишите все правила изучайте два языка и так вот он все может объяснять этого человек уже работает то есть мы здесь уже работали с методами с двумя нижним подчерками метод new то есть создание новых объектов он очень хорошо объяснил хорошо переходим назад давайте по функциям вот то что самара спрашивал сейчас секунду ребят смотрите сопоставление то есть по сути дела самара пишите пишите сейчас сразу вопрос себе первый вопрос что такое аргумент где он находится с этого надо начинать разбираться вот поэтому да боялся тоже осачий но когда это все разобрано это все разобрано уже просто надо не лениться а не обязательно лениться я понимаю где то нет времени но на самом деле все в том что ребята вы не следите за группой а в группе происходит многое да вот смотрите сейчас дальше пойдем просто хочу чтобы это видео и другие для других ребят использовалось вот практика поэтому вот написано да проделать уроки то есть написано как только на pro365.net дойдете до функции начинаете делать этот раз раздел продолжая делать уроки на pro365.net ребят ну просто говорю не следите за группой если мы переходим в уро сейчас секундочку ссылка на раздел группы ниже вот вы переходите и здесь уже разобрано было я же говорил что до функции дойдете прочитайте переписку проделайте здесь там на самом деле если здесь ниже может быть не видно но там аж 9 страниц и все вопросы и код так отвечайте на них мы здесь разбирали все вещи по функциям теперь для совсем новичков ребята смотрите что такое функция вообще простым языком там возможно может и сложновато в первую очередь я буду обращаться к самаре но через самару к другим ребятам ребят смотрите давайте напишем ксевдокод то есть это похоже на функции вот человек с мечом что такое функция поймите и сопоставление напишем вот это вставление аргументов аргументов ребят смотрите во первых если когда вы изучаете вы должны знать у функции есть инструкция когда Python видит DEV вот что от вас требовало знать DEV получает инструкцию значит будет писать некую модель действий дальше у нас идет название функции смотрите как правило название функции это то что будет делать программа допустим человек изменяет человек изменяет мяч функция так называется мы пишем на русском человек изменяет мяч изменяет мяч так вот дальше начинаются проблемы мы когда я показывал группу ведь я же пошел этим путем то есть чтобы расставить точки я Асачему спрашивал а что такое функция а где находится аргумент и он мне пишет аргументы вот тут где сейчас буквы да и он знает ага это аргументы дальше по синтексу ставится двоеточие и пишет сама функция ну вот теперь представьте представьте мяч то есть если мы собираемся работать с мячом то нам надо указать вот представьте вот у человека есть этот мяч вот он его держит ну представьте ну сейчас не держит сейчас подбросил но ведь он сейчас его словит но ведь сам человек знает что у него мяч есть вы следите за момент человек знает что у него есть мяч то есть в данный момент как ни крутите человек в данном случае держит в голове то есть держит в голове он же осознает что у него мяч и он его должен словить так вот человек держит в голове просто мы это не осознаем но ведь если мы взяли мяч в руки мы знаем что у нас мяч конечно знаем только не осознаем но язык программирования он же не мыслит поэтому ему надо указать что мы будем делать это и называется аргументами первый аргумент допустим мяч да но нам мало мяча понимаете это мы понимаем что мяч поэтому мы напишем допустим там шар зеленый то есть в аргументах мы указываем то что хотим изменить программист себе подумал сейчас я возьму этот шар предположим что он может изменить ну программирует все может а мы не будем что предполагать мы сделаем по другому то есть есть давление у нее будет определенное в барреле да да допустим там как то вот так не получается и допустим п п это у нас давление ну как накачан мяч там вот как колеса в машине там двойка допустим да сейчас мы вернемся так вот ребята то есть если бы вы занимались группе это уже был вопрос не стоял сопоставление теперь давайте подумаем сообразили разницу что человек то знает а Пайтон ничего не знает ему надо указать мы указаем в аргументах то что мы хотим делать с этой с этой вещью понимаете дальше а дальше мы и пишем уже там накачать накачать то есть шар и пошли расписывать накачать перекрасить ну я говорю к примеру красить в зеленый цвет и будет зеленый дальше смотрите здесь же можно установить по умолчанию грубо говоря у нас бы в языке программирования могло бы автоматом происходить мы допустим два ноль баррель да по умолчанию тогда есть умолчание то есть что надо для себя еще раз понять что функция это то это то и параметры аргументы функции это то что мы хотим изменить например в джанго в джанго в джанго в джанго мы и вообще в языке программирования python видим да что везде есть аркс кваркс и с этим тоже я вижу у новичков вечная проблема но опять же а сачи разобрался потому что с этим мы разбирались почему потому что надо это понять а понять это буквально очень просто если быть в школе и следить за группой и заниматься именно по материалам правильно а правильно это значит читать проходить материалы все коротко я написал с чем разобраться да в самаре но представьте этот код по сути дела был бы правильный но не очень верный почему то есть неудобный не то что неверный мы могли здесь поставить вообще а сейчас еще скажу то есть что ты по одной буквы устанавливать да я не буду устанавливать сейчас я просто стер смотрите но ведь есть аргументы и опять же надо в чем разобраться а как они не обрабатываются ребят если брать python то это язык последовательности вот вы возьмите сейчас тетрадку и напишите слово Вася да или там свое имя напишите вы написали слева направо правильно то есть последовательность первое идет слева направо по порядку после в идет а и так далее так вот аргументы всегда обрабатываются слева направо то есть это и есть сопоставление если шар то вот он будет обрабатываться шар именно этот аргумент да сейчас следующий момент но нам бы было это неудобно почему неудобно это когда мы четко понимаем сейчас будем работать с шаром хорошо вы пишите функцию просто где будет нечто изменяться в одном случае мяч в другом случае вы будете изменяться форма картошки которую вы будете чистить я говорю например в третьем случае будет изменяться Это, значит, форма забора вообще. Вот. То есть мы видим, что, оказывается, могут быть разные задачи. Вот поэтому мы указываем звездочку и аркс. Это же очень просто. Просто в школе надо быть и спрашивать, и делать, и отвечать. Аркс. И пишем Кваркс, если надо. Так, надо еще растянуть. То есть мы пишем аркс и кваркс. Зачем? Имеют значение в Python не сами названия. Сами названия просто принято так, что аркс это последовательность, кваркс это непоследовательность или словари. Но теперь, ребята, когда, почему ставят? Потому что теперь мы можем излечь последовательность любую. То есть здесь мы можем поставить шар, а в другом случае мы можем вообще напишать это штанкет. Штанкет. Само вот это не имеет значения. Имеет значение тип данных, который мы выберем. Если бы, допустим, мы указали какой-то ранее аргумент, мы бы могли, допустим, создать только там шар присвоить значение список, то есть квадратные скобочки. Только список и работали. Но как только мы указали аркс, то есть, значит, все последовательности, то в одной функции мы указали список, в другой используем кортеж, в третьей используем строку, то есть мы уже можем использовать любые типы данных. И он будет знать, как их обрабатывать. И он будет обрабатывать. Это все, осадчивая, задавал вопросы. А кварт, это просто словари, когда нет последовательности. Но ведь и с этого ноги растут. И это есть на протер 65.net. И есть те же уроки. Те же уроки, где примеры уроков я добавил, почему Python, где я рассказал, а как относиться к Python, понимание словарей, понимание списков, как это правильно понимать, и так далее, и так далее. Ребят, ну, по сути дела, теперь открыв код, открыв код, который, да, я согласен, может быть, тогда это, но сейчас опыт другой, ребята, поэтому я и прогнал с осадчем все эти вещи. Да, здесь на математических. Ну, допустим, Сомара, смотрите. Вот вы задали вопрос. Я уже из вашего вопроса получил ответ. Первое. Вы проскочили работу со списками. Вы даже не смотрели методы работы со списками. Значит, сами списки. Если смотреть здесь, то я вижу, что проскочили извлечение по срезам. То есть по вопросу я уже четко понимаю, что человек не знает. Так вот, на самом деле, в этом примере вам надо все это выбросить. Все проще. Вот то, что я рассказал, теперь разберитесь. Вот у вас есть два аргумента А и Б. Вы просто, здесь присвоено А2, теперь, следующее, просто открываете хотя бы того же лутца, списки, и смотрите таблицу сопоставления. Там есть таблица. В списках можно то-то, то-то, то-то. И посмотрите, а что обозначает когда знак и вот эти скобки, что происходит. То есть, что мы присваиваем. Это все есть. Откройте в списках методы. То есть, у Python заготовлено определенное количество методов. Там, допустим, добавить, удалить. Самые частые операции. Посмотрите. И потом просто проделайте. Сразу код будет понятен. При этом обратите внимание, как обрабатывается А. Да? И смысл такой еще. Смысл такой. Просто здесь я хотел показать, что и изменение списков, и сопоставление аргументов. Наверное, это было сложновато. Но вот сейчас я надеюсь, эту ошибку исправил, пояснил. Теперь момент. Теперь момент. Самара, смотрите. Сейчас для вас важно передача аргументов. Понять здесь надо было по сути сейчас одно. Вот попробуйте вот этот код забудьте. Вы здесь можете написать то, что понимаете на данный момент. Допустим, возьмите две строки или возьмите там два числа сложите, да, а списки почитаете потом обязательно и проделайте и мне пришлете, пожалуйста. так вот. Попробуйте создать А, попробуйте Б и попробуйте С. Вы увидите, что третьего аргумента у вас не указано, не указано, а значит вызовет ошибку. То есть вот это вам надо понять, как передаются аргументы, что если есть А и Б, то С вы не передадите. Сам вот этот процесс, он совершенно в этом уроке не важен. Просто я исходил на тот момент, я вот смотрю по коду из того, чтобы повторить предыдущий материал. А в предыдущем материале мы прошли списки, чтобы, по сути дела, надо, как я говорил, залезть в списки. А потом попробуйте поставить вместо А и Б вот то, что мы писали Арк, Аркс и Кваркс, да, и тогда вы увидите следующую картину, что вы сможете назначить хоть сто аргументов. И поймете сразу этот смысл. Дальше. Теперь обратите внимание на порядок вывода. Я говорю, вот эти операции, они просто как пример. Здесь третий момент. Это опять же мы допустим, когда используем функцию, мы можем использовать, да, но можем переопределять. просто здесь используется еще момент извлечения по срезам. Почитайте, что это такое. И это в джангле используется постоянно. Например, мы можем вывести здесь, написать одну запись, либо здесь. Эти вещи надо знать на корню. То есть, понятно, поняли. Отбрасываем весь код и только обращаем внимание на передачу самих аргументов. Это основное в этом уроке для вас будет. После этого подставляем arg к варгс. То есть, сначала пробуем создать аргументов допустим, 4. У нас записано 2, но мы в функции пробуем записать 4. Получаем ошибку. Ставим arg и создаем хоть 10 аргументов. И понимаем, зачем мы теперь будем использовать arg. Это будет профессионально. После второй момент. Пожалуйста, мне сейчас просто нету времени все расписывать, поэтому выключили, прослушали, записали все задания. Следующая часть задания, и это касается всех новичков, когда запишите смотрите при arg попробуйте использовать список кортеж и у вас это будет работать. Если же допустим а вы присвоили список, то есть выглядело бы это так, пустой там список допустим а присвоить список то если вы дальше хотели работать с аргументом а то вам надо было как-то что-то с ним сделать. Допустим либо при помощи стандартных методов преобразовать кортеж и так далее и так далее. Но сейчас если уж этот урок то вам надо что закрепить вот он это дает просто я говорю спрашивайте смотрите что вам надо закрепить вот то что я рассказал вы сделаете а после этого вернитесь списком первое первое открываете спб открываете начни здесь открываете здесь есть методика моментального понимания словари и здесь должны быть где-то списки методика моментального понимания списки и там я очень четко объяснил как понять список важно понять Python всего лишь одну простую вещь вы просмотрите видео Python построен так что есть по сути два типа данных да вот берем А берем Б смотрите первый тип данной это последовательности и именно в этих уроках я и обратил ваше внимание ну как мог уже да чтобы вы правильно прочитали последовательность это у вас должно отложиться в голове и вы если решили допустим создать там список а мы с АСАЧем это проходили раньше да то есть потому что все у меня эти сообщения я хранил они хранятся в группе их много то есть последовательности что такое последовательность это четко выяснить все алименты один два три и так далее обрабатываются определенным образом то есть находятся на каком-то месте это первое это второе это третье место что это дает абсолютно верно вот тогда мы можем использовать то что вы там не понимаете последовательность то есть если мы знаем что это последовательность значит мы четко понимаем что единица всегда будет на первом месте но для Python это первое место обозначается нулем то есть мы если бы написали излечь от 1 до 2 то было бы излечено а вы посмотрите а какие записи первую, вторую или первую, вторую, третью или первую только излечет когда вы поставили до 2 с этим надо разбираться последовательности то есть извлечение по средствам разбираться но ведь посмотрите если мы мы бы взяли тот же а и это было бы вот так кортеж то это тоже последовательность 1, 2 и 3. Но при этом мы понимаем, что сам кортеж, надо понимать, что может содержать и тот же список. Как элемент он будет стоять на определенном месте. Так вот, в Python есть либо последовательность, либо словари. То есть, когда идет ключ значения. Например, 1 и 1. 1 это ключ, 1 значение. Построено на хэш. То есть, по сути дела, Python производит поиск, работает, доходит 1 и выводит значение 1. Вот этот фрагмент надо четко понять. Если вы все с урока сейчас сложите и проделаете, то для вас все станет на свои места сейчас. Я надеюсь, вы меня услышали. И другие ребята. Ребята, еще раз обращаюсь к ребятам школы. Смотрите, я вам сказал, что до этого много людей занималось. Тем не менее, сегодня ребята, которые... Не все пишут, правда, что... Но тем не менее, находятся... Вот хотите стать программистом, читайте. Ребята, которые написали. Вот, допустим, мне нравится этот человек. Вот школа ему дала старт. Два года назад он носил телефоны по салонам. Сегодня работает программистом в банке. Разобрался в Жанго, Ваякс. Школы для него было стартом. Оставите видео, почитайте сами. И многие ребята другие пишут. Я добавлял на сайт, все это есть. Но я к чему говорю? Ребята, причина начинается с того, что... Вроде человек говорит, непонятно. А что непонятно? Смотрите, заходим в личный кабинет. Я отсылаю сообщение. Говорю, ребята, значки расположены таким образом, как бы я, который крутится. Вот первое, второе, первое, второе. И пошел по порядку. Что здесь непонятного? Пришел... Пришел к урокам на этом сайте. Дальше пошел. Пришел к урокам. Что здесь непонятного? Дальше. Конкретно есть разделы. Вот. Практика Python ООП. Собираю в документы ссылки на группы, где мы прорабатываем. Здесь тоже все описано, что и как делать. Это дополнительно. Теперь еще раз, еще раз комплексно, опять же, воспринимайте на слух. Смотрите. Для начала вы должны понять, что вот я обучаю программированию уже с 2013 года. И вот к чему я пришел. В школе обучение по видео урокам в основном, да, более 14 суток. Я не знаю уже сколько, просто перестал считать. Хорошо. Вот оно происходит следующим образом. Мы переходим, открываем, переходим, смотрим курс. Это первый способ, самый простой. И это тот способ, который знакомится человек с Python. По сути дела, посмотрел, повторил, понял. Что после этого, ребята, происходит. После этого, ребята, смотрите, что происходит. Вот, вы посмотрели, делали уроки. То есть, раз. Я сейчас это хочу объяснить, потому что я это очень, очень четко для себя осознаю. Почему я, вот вы поймете, почему я делаю так. Почему я заставляю людей искать материал, кроме видео уроков. Это просмотр. Смотрите, просмотр видео. Давайте подумаем, когда вы просматриваете видео. Вы делаете? Делаете. Опыт приобретаете. Правильно? Следующий момент. Вы пока делаете, понимаете. Как только перестали делать, то есть, закрыли урок, на утро просыпаетесь, оказывается, ой, не смогу написать, понимаете. Это нормально на первом этапе. Так вот, в школе была предпринята вторая осознанная попытка. Второй этап, то есть, где человек учится программировать. Вот здесь стоит время. Т. Вот смотрите. Т. Время, да? Сколько времени... Сколько времени пройдет от первого... Нет, этапы должно быть вообще вот так. Ну, хорошо. Так. Вот этот человек уже может писать код. Третий. Может писать сам, делать приложение. Сейчас вы меня услышите и поймете, почему я вот делаю так. То есть, сам пишет. И вот тут еще один. Это все вместе вы делаете в школе. Сейчас поймете. Это у нас, значит, четвертое. Это третье. Третье. Третье у нас идет практика. А это... Переосмысление. Опыт. Значит, смотрите. Вот на данном этапе первом человек смотрит видеоуроки. Пока делает, понимает. Перестал делать, не понимает. На первом этапе в школе была только практика. То есть, по сути дела, в чем это выражается? Человек переходил на сайт Джанго и начинал, что делать правильно? Допустим, писать на фреймворке Джанго. Да? То есть, писать. Чем хорош данный период? То есть, человек начинает писать при этом и пошел тоже по шагам писать. Он пишет приложение. Но на данном этапе чего отсутствует? Отсутствует следующий компонент. Когда он пишет, он только узнал, что это строка, да? Но документацию пока он читать не может. Это идет процесс созревания. И, по сути дела, это зависит от человека. И тогда я подумал, а как можно улучшить и укоротить путь, чтобы человек начал писать? Вот и был встроен между практикой и до того, как сам пишет, вот эта вот вещь. То есть, занятие по углубленному переосознаванию Python, который называется практика Python. И если мы начинаем проделать уроки, да, переходим в раздел насылка группы. И если мы пойдем, смотрите, что будет происходить. Сейчас я... То есть... Вот мы начали, да, списка. То есть, пошли дальше. Вот, а Сачи как писал пять месяцев назад. Ну, видно, что совсем новичок. Не поставил запятую, да? Отлично. Если мы начинаем проматывать, а мы... Надо просто проходить и проделывать эти все уроки. И делать самому. То есть, все пропускать через себя. Здесь и другие ребята участвуют. Вы дошли тут и до сельф, и так далее, и так далее. То есть, здесь я поставил задачу в зоопарк и уже начинал просто с головы придумывать. А вот такая задача. И о Сачи начал писать зоопарк, но начал писать сам кот, да, уже. То есть, и поиск по зоопарку. Вот проходите и делайте. И когда вы начинаете делать сами, то есть, вы начинаете думать, у вас приобретается личный опыт. То есть, вместе с просмотром уроков, когда вы пишете код, который просто относится, ребята, услышите меня, к чистому Python. К чистому. То есть, примерно вот то, что я сейчас объяснял, да, только вы это проходите и осознаете. Тогда у вас совершенно другое отношение становится к практике. Вы начинаете понимать справку. Но этот момент нельзя проскакивать. По сути дела, что получается? Получается для того, чтобы эффективно выйти, вот судя по результатам некоторых ребят, да, которые за пять месяцев начали писать, что они делают? Первое. Просматривают видеоуроки. Им это интересно. Кроме этого, уделяют время на обработку чистого языка, осознавание таких моментов, функции, аргументы, как с ними работать. То есть, чистый язык практикуется. Просто в школе мы работаем с Жанго, но есть люди, которые работают с Пайк-АТ. Но, смотрите, все это будет намного сложнее, если не добавить один фрагмент. Второй язык. То есть, параллельно, параллельно в школе мы добавляем второй язык. Те же четыре этапа. Это Kotlin, это Java, получается, да, то есть те же четыре этапа. И вот с этого момента начинают происходить чудеса. Как только мы начинаем работать и с Kotlin, и то же самое, только, допустим, те же параметры, аргументы называются параметры. И просто надо указать, да. Мы указываем, что тип данной строка, строка, число. Всего лишь разница. Но, опять же, мы, как и в Python, указываем, с чем мы будем работать. То, что я вам объяснял, Самара. В чем разница между языками? Да ни в чем. Записывается по-разному. А принцип, смотрите, ребята, одинаковый. Мы собрались работать фамилия, имя, фамилия, возраст. И мы именно это и вбиваем в параметры. В Python это называлось аргументы, в Kotlin это называются параметры. Поменялось название, смысл не поменялся. Поменялась запись. Что в Kotlin, как и в Java, мы должны указать, что это строка. Название, тип данных, строка. Строка, строка, число. В Python это определится само. Но, когда мы начинаем, первое, просматривать уроки, у нас начинает получаться. Когда мы начинаем работать с кодом, здесь на втором сайте выстроено немножко по-другому. Там домашние задания расширяют. То есть я, кроме Kotlin, ребят, постоянно, грубо говоря, зад подталкиваю в сторону Java. Пусть смотрят. Будут, не будут использовать Java первый язык. Но они смотрят. И если взять тот же Kotlin, смотрите, получается. Открыть домашние задания. Так, стоп. Что я хотел сделать? Вот, группа, да? То здесь уже построим таким образом, то все это расширяет. Но здесь группа тоже очень важна. И если мы возьмем домашние задания по Kotlin, то увидим, что они здесь... Сейчас. Все, есть. Поехали. Функции. Все. Делайте, проходите. Все будет классно. Практика. Практикуемся. Единственное, мы здесь сразу с Android Studio. Да? На этом сайте. И четвертое начинаем писать. Но что начинает происходить? Как молния, ребята, как летняя приятная гроза, да? Которая вот майская гроза, вот эта вот красивая... Ой, я не нарисую сейчас молнию. Начинает происходить чудо. Когда мы начинаем изучать два языка, и они вынуждены пересекаться у нас в голове. Мы вынуждены понимать, отличать параметры аргументов, при этом понимая, что это одно и то же. Мы, когда в языке статической типизации указываем стринг, и мы начинаем задумываться, а ведь в Python это тоже строка, просто мы не указываем. Но если мы залезем в доки, то там мы увидим стринг, просто мы не указываем. Это все описано. Но у вас идет осознание. Второй момент. Когда вы занимаетесь кодом, мы начинаем подходить к процессу, который для нас архиважен. А какой процесс архиважен? А мы начинаем понимать, что оказывается, и там, и там есть функция. Ну давайте в Kotlin залезем в функции. Что и в Python, и в Kotlin есть функция. Только записывается по-другому. Но и там, и там в Python это аргументы, в Kotlin это параметры. И там, и там записывается. То есть что происходит, ребята? Происходит то, что у вас начинается осведомленность о языке. Вы начинаете наконец-то понимать, что все языки, они похожи. Все языки имеют практические функции. Все языки имеют типы данных. Допустим, ту же строку. Все большинство языков, которые, по крайней мере, то есть все языки, которые мы изучаем, имеют классы. И эти классы, то те же вещи, как на исследовании, они одинаковые. И вот это чудо начинает приобретаться. Тут практика с Android Studio, а тут практика с Django. И вот здесь, ребята, важный момент. Смотрите, многие из вас сделали ошибку, я уверен. Он думает, как я думал, да? Ой, выучу я сейчас только Python. Хоть бы выучить. Ребята, это глобальная ошибка. Учить надо по минимуму два языка, только разных, со статической, с динамической типизатой. В школе я представляю Python и Kotlin, потому что Kotlin это тот же Java. Это чтобы был и веб, и мобильный рынок. То есть то, что надо. И блокчейн, что хочешь писать, все что угодно. Так вот, начинает происходить чудо. И чудо заключается в том, что если мы вот эти все этапы, то мы начинаем приобретать личный опыт. А именно с личного опыта, смотрите, вот здесь, на этих двух этапах, личный опыт и практика, когда мы прорабатываем сам язык, вот то, что я показывал, да? А я вам покажу, как я новичку задал вопрос. Только пишите в группу. Вот пришел человек, Валентина, по-моему. И сколько я вытянул вопросов, которые человек должен сознавать. Сейчас. Вот, она ответила очень коротко, там, что такое. А я ей задал аж 12 вопросов, которые должен был бы понимать программист всего лишь с простой вещью. А args, это все аргументы, это не в Python, не путайте, в Kotlin, кроме массива строк. И, как для новичка, все остальное скрылось. А надо вытянуть сейчас, помочь Валентине это. И я написал вопросы. Все аргументы, аргументы или параметры? Я у нее спрашиваю. Аргументы или параметры? Чтобы она заострила внимание, а действительно, это аргументы или параметры? Что значит ответить на вопрос? Что такое аргументы? Если она сейчас уточнит, то есть, и так далее, и так далее. Я показывал видео, дам на него ссылку в описании этого видео. То есть, когда человек на втором шаге начинает разбираться со структурой языка, то и потом совмещает это с практикой, то есть, пишет приложение, допустим, на Android Studio, то действительно он начинает видеть, что если... Вот когда объяснили вот это, да, и, допустим, сейчас приведу вот конкретный пример, чтобы был живой пример. Хорошо, если человек послушал меня и пошел правильным путем, то есть, шел-шел по порядку, а потом, ну, например, перешел классом, да? Перешел классом. Практика Python ОВП. Вот магические методы Python, то есть, методы с двумя нижним подчеркиванием, которые вообще мало кто использует, а мы в школе их начали разбирать. Я их просто разделил на один из категорий, да? Это то, что вот все знают и нет, а остальные все никто не применяет. Хотя можно и складывать, и удалять. Так вот. И я даю ссылки здесь на группы. Это как дополнительное занятие. И если бы человек знал, да, и работал, сейчас, 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 секунду, а, и я понимал, допустим, что метод супер используется везде. Приведу избитый пример. Саша Ситушкин. Вот он уже писал, написал несколько приложений на ПКТ, говорит, а метод супер не понимал. Ну что ж, это ж не дело. И мы метод супер, например, это берется просто конкретным примером, так мы относимся, относимся ко всему. Разобрали. Я задал конкретные вопросы, вот то, что Асачий боялся, да? Но он как раз и ответил. И в конце он для себя, и другие ребята там участвовали, настолько твердо разобрался, что я не сомневаюсь, когда он будет работать в Жанго, и вот здесь мы для автосохранения таблиц в базах применяем супер, то он его уже считывает, ребята. Считывает. То есть я хотел сказать, что самих видеоуроков мало. Применяйте то, что я рассказал полностью. Самара, вы большой молодец. Главное, первое, не бросать. Второе, не расстраиваться, если что-то не получается. Третье, задавать вопрос, но задавать в группе вопросы. Ведь в группе мы занимаемся, чтобы ваши вопросы, ведь есть другие новички, которые смогут прочитать, чтобы они не канули в лету. Тем более, сейчас я веду, вот как маркдаун документ, ссылки. Мы с вами договорились. И то, что вот ребята-новички, и самара, то, кто проходит функции, вы мое видео послушаете, просто у меня не было времени сейчас документировать все это, да, но то, что я вам дал задание, это проделайте. И вы уже увидите, что вы стали более осознанны, более результативны. результативны. В этом моменте у вас появилось понимание. Вот уже этого фрагмента. А дальше поступайте так, как я показал. Я всегда, и другие ребята, направят, да, но надо проявлять, вот почему я помогаю, деда Осачи. Я даю, он делает домашнее задание. Но когда человек начинает, кроме просмотра уроков, искать еще и сам, а ведь это ж не сложно, ведь я задаю очень конкретные вопросы. Что такое аргументы? То есть, по сути дела, это надо взять, скопировать, ведь я направляю очень конкретно. Скопировал, открыл поиск, сначала открыл аргументы Википедии. Все. Пожалуйста. Программирование нам надо. Аргументы программирования. Дальше набрали аргументы Python. Отлично. Параметр. В коде называется параметр в Python аргумент. То есть, приятный аргумент, термин аргумент. Так и так. Аргументы Python набрали. Прочитали. То есть, когда вы начинаете по тем вопросам, которые я задаю, и сами искать, то у вас формируется личный ваш опыт, и вы эту информацию уже перевариваете. А вот, если вы сделаете то, что я говорю, а потом, если вы проделаете то, что вы смотрели в уроках, с этим учетом еще раз, то это уже будет осознанный шаг. Вы начнете видеть. Плюс, подключите практику приложений. Плюс, изучение двух языков, потому что идет переосмысление. И не надо бояться переключения. Ребята, на первом этапе будет страшно и сложно. Это нормально. Просто, грубо говоря, новичок думает так. Я изучаю Python, залезу в Kotlin, вообще ничего не пойму. Да нет, ребята, все поймете. Надо выстоять один год примерно. Да? То есть, спокойно. В конце концов, если вы будете переключаться между языками, да, то у вас получится, что вы должны получить на выходе и получите. То, вот как я сегодня открыл сайт, да, то, что я делаю, да, пишу уроки. И я понимаю, где я нахожусь, что я делал, я посмотрел, вспомнил, то есть, все, я сразу въезжаю. Но это не может быть без тренировки, ребята. Поэтому используйте правильный ритм обучения. Изучайте два языка. Потому что как мозг не может осознать горячее, не зная о холодном. Ведь вы, смотрите, есть горячая батарея. Почему она горячая? Потому что так назвали? Да нет, потому что есть еще и холодная. У вас то есть сравнение горячее-холодное. Правильно? Горячий, холодный, сытый там, голодный и так далее. То же самое происходит и это естественное положение для нашего мозга. Ребят, мы не знаем, но уже много времени рассказал, но, думаю, много вопросов прояснил. Потому что приходит новичок, вот одни правильно учатся, вот реальный пример, пять месяцев пишут на двух языках. Он что, делал что-то сверхъестественное? Нет, ребята, вы просто не знаете. Допустим, еще. Поэтому Самара и другие ребята, не надо расстраиваться раз. Надо просто послушать это видео, посмотреть, записать себе план, переосмыслить, как вы теперь будете заниматься. Не надо торопиться. Шаг за шагом все будет нормально. Просто надо не то, что делать пример, а переосознавать. Переосознавать. Если вы делаете списки те же, да, ну, я не вижу, где они уже, эти примеры, списки, и вы что-то подзабыли, лезьте сразу в списки, не потом. Открывайте книгу, смотрите, ага, точно, вот так, так, так. Надо постоянно разбираться. Всегда должно быть без отрыва полное понимание. Это дают вот те уроки, которые я задаю по вопросам. В общем, вы меня услышали, надеюсь. Подводим итог. Самый быстрый способ, когда рождается программист, при использовании следующего. Записываем. Первое. Как основа изучения двух языков, потому что это приводит один к сравнению. Мы начинаем понимать оба языка. К уверенной работе с типами данных. Третье. К уверенной работе с записью данных, потому что мы вынуждены анализировать в разных языках разных синтезов. К осознаванию главного, что все языки похожи, только записываются по-разному. Это значит, у вас снимается полностью страх изучение, допустим, третьего языка. Вам не надо будет тратить много времени. Вы просто посмотрите, как что пишется, и будете на нем сразу писать. Ребята, это правда. Следующий момент. В школе сделано так, что основное, конечно, вы учитесь по видеоурокам, повторяете. При этом не забывайте, что как только дошли до функций, как только дошли до функций, то работайте с практикой Python.op. там есть и функции, просто названо так, но там я даю ссылки на группы как путеводители. Все это надо проделывать. Там все написано. И прямо там, если непонятно, спрашивайте, и я вас направлю. Только отвечать уже будете вы искать. И в результате вы разберетесь. В результате будете программировать. Третий момент. Вы обязательно в двух языках начинаете писать приложение. Ребята, эти пункты надо записать и переосмыслить, а не просто прослушал. Так вот, вообще запомните, ваш путь программиста начинается с написания приложения. Вот как только вы начали писать приложение, значит вы начали изучать язык по-настоящему. Когда вот эти два пункта совмещаются, то если мы рассматриваем подробно и пишем, то мы начинаем в том, что мы пишем, узнавать то, что мы не прошли, либо в том, что пишем, понимаем, что надо что-то подтянуть. На выходе мы начинаем писать. Все, на выходе все получается. Ребят, кто начал с этого видео, ссылки в описании видео. Там я еще говорил, добавлю одно видео, именно, где рассказывал по этой тематике. Надеюсь, что сейчас для новичков стало понятно, как вообще работать с языками, как изучать, как добиться результата. Все получится. Для тех, кто начал spb-tut.ru Ну, кому-то нравится мой сайт, переделаю я когда-нибудь. Мое дело научиться программировать. Я не люблю дизайном заниматься, сразу говорю. Объяснить, я могу хорошо. Покупаете пожизненный доступ для вас и занимаетесь. Все в группе Самара, в группе, в группе и другие ребята. Спасибо за доверие.